С 10 утра детская площадка 7 микрорайона наполнена детскими голосами. Может кому-то и хочется поспать подольше, но только не ребятне. Лето кончается и сидеть дома совсем не хочется. Особенно, когда под окнами действует детский лагерь в миниатюре. Мы тройняшки Оля, Аня и я. Мы развлекаемся, играем, проводим физкультуру. Мы никогда не сидим без дела. То рисуем, то еще в какую-нибудь игру играем. Больше всего мне запомнятся Анфиса и Вадим, наши вожатые. Родители могут быть спокойны. За детьми приглядывают вожатые. Игры, конкурсы, викторины, праздники. В арсенале вожатых припасено немало интересного, что оживит жизнь обычной детской площадки. В одном отряде числится 30 человек. Редко, когда приходит меньше 25. А это значит, что детям здесь нравится. Удалось бы ли вам так же собраться, как, например, без вожатых? Нет. И Анфиса, и Вадим не понравились. Вадим смешной. И Анфиса. Они крутые вожатые. Когда я была маленькая, у нас тоже были дворовые отряды. И мы даже выступали с концертами. Например, вот я помню, мы матрешки маленькие и крошки. И так далее. И поэтому мне очень нравится, что дети, вот они под присмотром. И что надо сказать, что воспитатели, волонтеры, социального центра молодежи. Вот они молодцы. Одним двором отдых не ограничивается. Дворовый отряд действует 21 день, и каждый должен быть событием. Мы ездим на общелагерные мероприятия, проводим мистер-лета, месяц-лета, на пикник ходим. То есть, недавно ходили в бассейн. Мы как бы их задействуем, чтобы если вот, мы как бы не сидим без дела с Анфисой, мы стараемся, чтобы каждый ребенок с нами как бы участвовал везде в играх. Задача вожатого объединять. Удается? Да, удается сплочать детей, и это очень здорово. Еще 4 дня и дворовые отряды, подарившие 300 детей радостный летний месяц, завершат свою работу. Ну а вожатые надеются, что тесная дружба останется между ребятами и после закрытия дворового отряда. Один на всех, без всех, на одного! Субтитры делал DimaTorzok